The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии Starluder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starluder.tv. Повторы всех игр смотри на ютуб-канале Dota SLTV. Ну что ж, дорогие друзья, продолжается у нас квалификация на The International 2014. Skies против Zephyr. Посмотрим, смогут ли Zephyr показать какую-то сильную Dota хотя бы, хотя бы показать, что они умеют играть. Потому что то, что мы видели, мы вот сидим, смеемся. Это 18+, да, ребята. Да, то есть нормальные, адекватные Dota мы не видим. Но, по сути-то, ребятки, ну, может быть, если у них есть план оставаться в Корее, и, может быть, они там останутся, кто знает, и будут играть там долгое еще время. И если у них есть такие планы, то им надо тащить, не расслабляться обязательно. Ну а Skies, им эта игра важна, соответственно. Скайс это, наверное, самая важная вообще игра, которая находится, потому что все команды сейчас уже борются для попадания в плей-офф. То есть у каждого есть шанс, и каждая игра у нас на вес золота. Тут мы видим статистику. Вот интересно то, что у Zephyr winrate 66, а у Skies 55. И если мы посмотрим по статистике, то киллов и всего остального у Zephyr больше, да? Он выглядит поувереннее. Но это вот такой момент, что у Zephyr это было из-за того, что они играли в Корее, да? Играли они против малышей, и там вот они вот набивали свой рейтинг, так скажем. А Skies Z, они его у нас в Малайзии, они играли там с Эроу, с Титанами, которые у нас показывают мастер-классы, поэтому вот у них был такой бой на этой арене. Ну и в итоге, как бы оно смешно не звучало, но Skies Z здесь однозначные фавориты, невзирая на это. Ну и Skies Z, тут они вот уже нас удивились. Ну Skies тоже показали, что не самые нестабильные ребята. Skies нестабильные ребята, да, но они действительно играть умеют, то есть все, что я могу сказать. И вот сейчас у нас огромная опасность. Вот мы видим баны, баны вот такие вот Invoker, Ember Spirit, это адекватные баны. Skies Z банят Doom и Бэтрайдер. Походу, Zephyr, это вы знаешь, выиграли первую игру этими героями, а не просто банят всех этих героев, которыми они победили. И сейчас Zephyr Dota использует у нас Womba Combo, один из сильнейших абузов во всей доте. Это Naga, Disruptor. Disruptor собирает себе Аганим. Naga использует Сон, Disruptor кидает свой статик Шторм. Никто не использует БКБ, ни один скилл, ты всех убиваешь. Если Zephyr Dota каким-то образом до вот этой стадии доживут, а дожить очень легко, если набрать хороших трех аутпушеров, то все будет просто замечательно. Пока у Skies Z проблемы огромные. Есть Шторм Спирит, который гангает, есть Нюкс, который гангает. У Zephyr Dota есть Naga Сирену, которую если поставить на фрифарм, то она посылает иллюзии, и гангать тебе вообще нечего, разве что только иллюзию в лесу. А их четыре. Стабильная. И Шадо Демон. Интересно. А Zephyr, они вообще с этой Нагой как? Они? Ну, вообще Zephyr, как мы видели, вообще ни с чем никак. То есть, может быть, они и выклили первую игру на ней, но сейчас видно, что они просто пошли по пути самого простого, знаешь, самое такое лайтовое. Что можно вот выиграть, допустим, находясь на базе. Вот Нага. Нага это идеальный герой, где бы ты ни ходил, все хоть ты стоишь на фонтане. Можешь с фонтана посылать свои люди. Да, вот мы видим 100% финрейта. У Zephyr ничего себе. А может быть, это будет Нага с Дисраптором, Энигмой и там, какие еще? А Нага, Дисраптор, Энигма, Думбрингер и еще какой-то герой. Ну, Думбрингер у нас в бане, но вообще да. А, да, Думбрингер. План в план хороший. Печаль. Мы видим, что у Наги Сирены за Zephyr винрейта больше, чем, наверное, у Zephyr на этом турнире. Так что это хорошая заявочка. И вот теперь небольшая ошибочка от Zephyr Dota. Они берут трента протектора. Ну-ка у нас. О, какие тут интересные. Намекают. Да, тут в Рейс Кинг. Какой у них винрейт на Рейс Кинге. Какой винрейт в аппарате. Кстати, Роман у нас знает, что показывает. Ой-ой-ой, боже ты мой. Винрейт 0%. То есть они еще и помогают своими банами? Я могу сказать, да, что Zephyr Dota пока не самый лучший герой. И вот Morphing единственный, где у нас есть он. У него два матча и 50% винрейт. У них единственный матч был на Morphe. И видно, да, что единственное, что они качественно делают, это играют в интеллектуальную доту, где один может парень ходить и микрить, а все остальные просто, знаешь, стоят четвером на базе или бегают где-то. Ну вот пошла статистика Skies. Тоже не самый... Да, Skies у нас слегка потрепались на этом турнире, потому что все-таки они большую часть игры просто проиграли без шансов. Ну, как нам рассказывал Адековаат, они там просто их не узнают. Да, они вышли, и Минески за 25 минут убили без шансов. Там такая одна сплошная бревая башка. Ну и видим дальше. У нас Тренд Протектор, Рубик. Все-таки Зефир набирает такой пул героев довольно необычный, потому что у нас уже есть три потенциальных саппорта. Это Рубик, Дисраптор, Тренд Протектор. Возможно, кто-то из них пойдет на харду или кто-то в мид. То есть это либо Рубик, либо Тренд. Ну, а Skies у нас продолжают набирать уже таких контрящих героев Нагу. Это Энигма. Это они уже набирают такой... Используют легкий сплитпуш. То есть Энигма пушит один лайн, Кэрри пушит второй лайн. У нас есть Штон Спирит Нюкс, и ты потенциально создаешь нападение в двух точках. То есть начинает у нас захватывать макроконтроль. Да-да-да. То есть они, я думаю, Skies будут тут стараться играть от пуша и от нападения. Если взяли они Энигму, сейчас они возьмут еще кого-то, Кэрри, героя, с которым можно будет ломать. Это, скорее всего, будет Луна, если ее не забанят. По идее, ну, да, было бы логично. Они в Рейс Кинга банят. Да, тут есть разные варианты. Есть, на самом деле, огромное количество выбор героев. И, зная то, как играет Зефир Дот, я бы вообще пикал Спектру, наверное, и не парился. Нет, я сейчас про Skies говорю. Да, я и говорю про Skies. Я бы на месте Skies пикал Спектру и, знаешь, и не париться вообще. Что бы там ни происходило, ты на личном скилле всегда выиграешь свой триплэйн. Ты всегда там как-то задоминируешь, ну и все. И пошло-поехало. Ну, а в их случае нужен просто герой, который вносит много ДПСа. Видим, мы как часть этих героев забанили. Вон, здесь Зефир Дот у нас в бане Мирана и МБСП. И давайте удивите нас, пожалуйста, Миракл. Вот у него хорошо, он блестяще играл на Марфе. Он отлично играл на Наги Сирене. И осталось ему взять товарищей других. Тут мы видим связку, кстати. 100% win rate. Дизраптор. Ну, такая связка была один раз, но выстрелила. Ну, возможно, она еще раз выстрелит, потому что связка, на самом деле, жесткая. И все, что нужно, это дожить, да, вот, дай ты вам бы комбы, когда там у нас Нага в шесть слотов и Дизраптор с аганимом. Можно же, кстати, помимо вот этого аганима еще сверху второй аганим дать. То есть ты кидаешь корни, тринтом, даешь сверху ульт, потом ставишь Kinetic Field и ставишь еще второй ульт. И в итоге, ну, это вообще жизнь какая-то. И ты ничего не можешь заюзать, вообще ничего сделать. Первый у нас вот эту вот связку открыли Virtus.pro и, ну, вообще, как, в общем-то, и Нагу. И они этой связкой задоминировали, причем очень жестко, на одном из сезонов Старладера, где они там очень хорошо выступали. Но потом, как только вот Нагу начали банить, резкая ситуация стала меняться для наших соотечественников. Ну что, достаточно долго думают, резервное время на исходе. И есть над чем подумать, потому что, на самом деле, самые жесткие герои у нас... Точнее, Морфлинг остался. Морфлинга почему-то не берут, хотя... Луна. Решили, да, не спидпушить, потому что... Ну, против Наги спидпушить не так-то уж и просто. Она сама тебя спидпушит вовсю. Ну, а Луна будет у нас по... Боевой подругой. Да, видно, что у нее не самые лучшие времена. Да, ну, то есть, как бы, с Иею сыгран всего один матч. Лучше бы они сыграли, не знаю, там, 10 матчей все проиграли, но они хотя бы сыграли 10 матчей Иею. А тут всего один матч... И, на самом деле, знаешь, вспоминаем мы игру, где Скайзе пикали Луну и Найкса, и, возможно, сейчас похожая ситуация начнется. Потому что у Скайзе сейчас такая средняя комбинация, и есть первая одна проблема. Нет АУЕ вообще. То есть, если драка в крипах... О-о-о-о! Кто-то выпросил, походу, себе Блудсикера срочно против Штар Спирита. Это... Серьезно. Или против Энигмы. Знаешь, решили на полную законтрить и одного, и второго. Не, ну это, кстати, довольно интересная штука. Потому что, вообще, в принципе, учитывая, что он вешает свой ультимейт, на него там можно повесить всякие штуки типа Ливен Армора, и он пойдет-пойдет там бить с руки под бешеным дэмэджем. Это довольно интересно будет смотреться. Слушай, ну вот, я... Мне уже эта игра нравится. Начало просто шикарное, и... Я думаю, этот Блудсикер выстрелит. Мне вообще нравятся американские квала... Точнее, азиатские квала, потому что на азиатских квалах чего мы только уже не видели на этом турнире. И хочется, наверное, разве что увидеть Мипа, чтобы он еще какую-то игру затащил. Так, ну и смотрим, кто на ком играет. Энигма от Чибикса. Меракль. Луна. Фридом. Шадоу Демон. Полосон. Шторм Спирит. И Хана на Никсе. Аузефир. Йосин на Дизрапторе. Близз Дота. Блудсикер. Карей. Кэрри Нага Сирена. Пурш на Тренд Протекторе. И Секси Бомбоя. Секси Бомбоя на Рубике. Интересно, даже на каком Рубике. Походу, это хардовый Рубик, слушай. Вот такой... Вот сразу вот такой момент. У меня вот в голове откладывается, что Рубик был взят чисто, чтобы контрить Энигму. И больше никакой мысли нет, да? Чтобы в драке взять и своровать Блэк Холл. Но если посмотреть на Пик Скайзе, то у них ставка не на 5 на 5, да? Чтобы Блэк Холл давать. А ставка чисто вот летает Шторм, летает Нюкс. Там налево-направо, два в два. И постоянная агрессия туда-сюда. И постоянно еще пушат. Вот Энигма пофармит первое время, потом выйдет на линию, они будут вместе с Луной пушить. И вот они будут просинговать, я думаю, на протяжении всей игры. Пока у нас паузы, ребят, подписывайтесь на наши твиттеры. Там вы будете узнать всю полезную информацию и вообще все новости, связанные с интернешнл, потому что игр у нас очень много, дней у нас тоже много, и увы, мы все анонсы сделать не сможем так скоро. Это собака Light of Heaven X и собака Versuta... Нижний подчеркивает. Я думал, X будет, ну, знаешь, почему X, потому что, ну, X, он так запоминается, сразу в голову отдается. Показали фишечку в одно время. И теперь у нас пишут ребята, что они не играют с пингами, на что они играют с пингами, как это играют другие команды. Потому что, ну, потому что вообще, да, если ты всю жизнь играешь на лане, вот как это делают в Малайзии, да, по-моему, они больше нигде не играют, кроме как в Малайзии, там все хорошо, но как только они выходят на груз Кореи, то тут проблемы, потому что Корея находится далеко. Причем еще Zephyr у нас, по идее, является той командой, которая, говорит, играют они или нет на малайзийских серверах, насколько я знаю. Так что сейчас будет у нас битва за вот этот подход. Хочется второй стульчик, где-то просто так вот сесть. Like, like a boss. Так и сделаю, пока никто не видит. Так, ну что у нас тут, мне интересно, они там как-то решают эту проблему. Расстановка вроде будет дефолтная, правильно? Луна отправится на изи-лайн вместе с шадоу-демоном. Будет лесная энигма, Никс пойдет в хард. А шторм медовый, ну по идее, больше тут ничего и не придумаешь. Ну, вообще, я вот хочу добавить, ну, такой момент, то, что у нас в простановке. Скайзии видят нагу, они понимают, что... Одна нага, посмотри на блудсикера. Не, ну блудсикера я смотрю, да. Сможет ли он выиграть линию у шторма в миде? Ну, под тринтом, я думаю, он сможет, потому что армор сбивать нечем. И вот из-за того, что нечем сбивать армор, то что, ты стоишь, добиваешь всех крипов. И вот на третьем, четвертом левеле... Такие вещи делаю. Если никто не... То есть он на третьем левеле... В общем, на пятом левеле, вот когда он доходит до пятого левела с ровным по артефактам, ты приносишь себе пурман шайлд, у тебя есть какой-то демедж, и после этого, ну, у тебя вообще пофиг на шторма. Главное, чтобы его не задоминировали на ранней стадии. Ну, а потом у тебя есть сайленс на долгое время, на 6 секунд. Вот у тебя есть ультимейт. Любой плюс один, тот же дизраптор и шторму конец. Тут у нас дальше продолжают разбираться с пингами. И мысль, вот она, мысля пошла. Скайзэ не могут выиграть сложную, потому что, ну, нага, и это просто без комментариев, да, вот эти вот 6 армора, которые, знаешь, скоро будут сниться каждому, кто видит этого героя, и они идут в легкую. Но, понимая, что втроем в легкую делать нечего, учитывая, что есть Рубик, которого легко упускать и вдвоем, оставляя без экспли, то они берут Энигму, которая будет нагло формить свой лес. И вот тут уже нужно было с Зефиром идти в Хардлайн и убивать Луну, потому что Луна очень уязвима. То есть Шадо Демон Луна вдвоем против Наги, Рубика, допустим, и того же Дизраптор или Тренд Протектор, они бы не сделали ничего. Но Энигму сейчас будет формить и формить. Там 9-я, 10-я минута, Мека, Блинк, Даггер, что угодно, и тащим. Ну, тут, конечно, Мека сам. Так. Или Некра. И пошли, пошли разборочки. Рефери, что же он скажет? Вообще у нас с рефери на вот этой квалификации, это отдельный разговор. Я вчера 40 минут сидел, ждал, пока этот рефери разберет. Ну, в общем, хорошего ничего сказать не могу. Ну, вообще, да, у нас спрашивала такая мода, необычная, то, что люди начинают ставить судьи, вот особенно где-то в Малайзии, в Китае и так далее, и так далее. Они ставят людей, которые в Доту вообще не играли. То есть, когда начинаются вопросы у нас в плане Доты, вот мы видим, что... Ой-ой-ой. Так, принимаем стандартную позу. Когда люди видят то, что происходит любой игровой момент, то судья должен полностью знать любой игровой процесс, как вот, допустим, на футболе, да? Там подножка, что произошло, подсечка. Они реально смотрят и делают, и они это реально изучают. А у нас сейчас ставятся судьи на турниры, которые, по-моему, вообще не знают, как там в Доту играют, да? Им просто сказали, друг, от тебя задача провести турнир, и вот там, ну, как-то вот так, вот так, если что. Вот мы тебе дали задачу. Там, короче, пять человек в одной команде, пять человек в другой команде, они там друг друга что-то бьют, что-то делают. Да, вот тебе листочек и действует так, как там написано. Но листочек, он особенно в Доте, он не учитывает, наверное, и половину ситуации, которые могут происходить. В итоге у нас, когда мы были, по-моему, в ДТ-2010, потом мы были в Na'Vi, у нас было миллион ситуаций, когда были такие же судьи, там, я как говоря, отбитые, ну, действительно, особенные, вот. Особенные, где я врывался и говорил, нет, мы так играть не будем, мы сейчас уйдем с турнира, если вы не перестанете творить эту фигню. В итоге админ резко меняли свое мнение, говорили, да, вы правы, мы сейчас так сделаем, и в итоге, когда они хотели, вот, делать выбор в пользу машинаторов, которые уже намошнили себе условия, они говорили, ребят, вы там будете, вот, ну, по-честному играть. Ну, и в итоге, это одна из, один из элементов, которым, вот, команды должны уметь делать. То есть, каждая команда обязана. Как по мне, самое главное, чтобы судья, чтобы фред, мошна-то мошной, мне кажется, самое главное, чтобы судья, в принципе, не нуждался в том, чтобы его мошнили. Судья должен делать настолько все правильно, знать все ситуации, чтобы, ну, а как минимум не доходило до бреда, из разряда, а вы какую сторону выбираете? Мы выбираем дайер, а вы что выбираете? Мы выбираем секонд пик. Нет, вы выберете ферст пик. То есть, право, люди выиграют право выбора, а не право там. На Старладере, вот мне Вилат сказал, вот, ДК, они сказали, там их спросили, что вам, ферст пик или секонд пик, они взяли вообще рандом. Они просто как джентльмены, они понимали свое, ну, свое преимущество, да, учитывая, что у нас Empire, это, как бы, там, половина новичков, вот у нас, ну, которые уже тащат жестко, а ДК это просто уже олдскулы, которые пять лет, там, знаешь, стабильно наштамповывают, там, очередной титул мира. Тут суть именно в том, что они выбрали вообще третий вариант. Мне интересно, если бы третий вариант предложили вот те ребята, насколько бы это в ступор... Вело, вело противника, да? Это, это, тут, судья бы сидел и думал, боже мой, а как, там еще третий вариант есть? Ого! Мало того, что они ферст пик не взяли, так еще и вообще рандом какой-то предлагают. Это же... Потом он подумал, а что, рандом можно, там, знаешь, как, споспрос подумал бы судья, который никогда... Боже, что это вообще незаконно. Который вообще никогда, знаешь, наверное, не запускал, у нас пока ситуация, вот именно с отборами на International, она очень интересная в плане судействия. Я уверен, что Valve, они как-то подумают над этим, потому что таких людей вообще нельзя допускать до турниров такого уровня. Да, это далеко не... Это недопустимо. У нас когда была ситуация, когда мы играли CM Storm. Начало у нас началось где-то в 11 по Москве. Мы начали... Просто вот элемент ДТ-2010. Это был CM Storm, который игрался очень долго. В гранд-финале мы играли с... По-моему, с Nirvana и Int. Вот, да. И... Ну, что-то такого вроде было. И в итоге мы начали в 11 вечера. Мы, причем, не знали об этой игре. Мы как? Мы отграли полфинал? Легли спать. И следующий день, выходной, у нас у всех были планы там поехать на дачу, отдохнуть, расслабиться. А в итоге нам говорят, ребята, вы сегодня играете гранд-финал, и он не переносится. Мы такие, ого! И начали вызванивать Дреда. Дреда я вообще откуда-то вызвонил. Он там, я не помню, где-то на даче был или, возможно, со своими друзьями он возвращался на игру. Но это уже, да, там, ты отдыхаешь, ты не настроен на игру, а тут бах, и тебе нужно гранд-финал играть. И в итоге гранд-финал начался в 11 вечера, когда нам неудобно, а им удобно. Но потом, когда гранд-финал дотянулся до 5 часов ночи, то когда мы просили перенести гранд-финал или хотя бы на другое время, нам сказали нет. Но когда эти сказали, ой, нужно игроку уйти, там что-то происходит, они говорили, да, 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 мы сейчас все сделаем, все для вас, нирваны, все хорошо. Я зашел, сказал нет, мы сейчас уйдем с турнира, вы будете играть без нас, у вас не будет ни турнира, ни хрена, вас будут поливать грязью. И после этого просто сказали, да, мы все, мы будем и вас теперь слушать. Ну, вот, на самом деле, это печально. Я считаю, что команды не должны ничего машнить. можно только предлагать суде, как сделать лучше. И только так, чтобы обоих команд устраивал вот, ну, ситуации. То есть, как? Это как предложение об игре, элементарное во всем мире. А второй говорит, давай сыграем. И я хочу так, если вы друг друга, ну, друг друга устраиваете, то вы играете, да? А у нас, я помню, больше половины турниров у нас было такое, что спрашивали только одну команду, как вы хотите играть. и он выросло, к счастью. Только одна команда, ну, решала, как она хочет играть там. И она чаще всего там машнила. А других команд вообще не спрашивали, просто говорят, все, вы играете, вы никто, вот давайте, следуйте за нашим условиям. Да, ну, просто мы хотим, вот эти ребята приносят там 10 раз больше зрителей, это на тот момент. Все, мы хотим, чтобы по их условиям все было. Но потом, там, один турнеочек, там, один раз чемпион мира, второй раз чемпион мира, там, по разным версиям, и все, резко организации изменили свое настроение, но мы-то уже знали, кто там объективный судья, да, кто такой... Слушай, я знаю одного судья, которого вы не очень любили. Да, я могу сказать, что его и Valve не полюбили, да, был такой у нас товарищ Энджи, которого любили все, и в итоге, вот сейчас пока у нас выходит, потихонечку, вот что я хочу сказать, был такой судья Энджи, и я его вообще, я говорю, мы не играем на турнирах от Энджи, никогда, нигде. А они говорят, да не, он нормальный парень, там, мне объяснали, хороший, такой приличный, манерный, и в итоге, чем сюда кончилось? Турнир Энджи убирает вообще Valve из Стима. То есть, вот, насколько... Это первая, первая, по-моему. Это первый человек, наверное, да, который получил данный чиф, я еще никого такого не знаю. Ну и теперь, справедливость восторжествовала спустя столько лет. Ну что, ребята разобрали своих героев, это ремейк, мы видели, кто на ком играет, и линии, в принципе, довольно предсказуемые, вряд ли тут будут как-то по игре что-то менять. Обе команды понимают, куда, что и с кем стоять. Вопрос в том, насколько хорошо, вот меня сейчас больше всего интересует, отставить в миде Бладсикер, и насколько он, в принципе, будет полезен по игре, потому что Бладсикер, что он будет делать, ну, выглядит он, как, как-то вот вообще непонятно, какие он эти темы будет брать. Какой-то такой папчик получается, в котором ты видишь Бладсикера, он хочет идти в мид, окей, он может быть перекрепит шторма, ну, перекрепить шторма практически нереально, потому что у него, в любом случае, с ремнантов ласт хит будет нормальный, там может быть даже убить его, может быть убить, и получится, но потом, в целом, когда игра уже перейдет в какие-то ганги, шторм выглядит гораздо круче, и он гораздо чаще может гангать, в отличие, вот, Бладсикера. Да, единственное, я хотел сказать плюс, ну, который был Сикер, это потенциальный лейт-гейм в самом конце, потому что, все-таки, это агирщик, у него один спелл пробивает БКБ, вот тут у нас выходит на шторма, хотят его похарасить, причем так нормально, его хорасит, слушай, просто начинает бамбу, выходит сзади, и очень больно, у нас полностью, это в бамбу дает, минус шторм, рубик с карты пришел. Хорош, ну вот, таким образом, если будут приходить, помогать Бладсикеру, вообще Бладсикер, он такой некий попстомпер, знаешь, если он начальное преимущество получает, и ему помогают гнобить вражеского мидера, потом он этого мидера убивает, за счет своего ультимейта, раннего, это изи фраг, а дальше он начинает, карать просто всю карту, что, что как бы, у Бладсикера не отнять. Да, Арен, вам пишут вконтакте полезную информацию, пожалуйста, на секунду проверьте, а я пока расскажу, что у нас здесь. Я не могу на секунду проверьте вконтакте. Прости, вот нас пока показали, да, буквально там 30-40 секунд, просто срочное дело, вот пока, пока у нас, вот мы вам расскажем, что, да, вот у нас пока показывают центр, здесь у нас происходит, в общем-то, ровная игра, потому что, как и шторм, так и Бладсикер, они имеют равные шансы, если у Бладсикера чуть выше дэм, о чем он будет забирать большую часть крипов, то у шторма есть ровенанты и пассивка, с которой он может добивать вражеских. И в итоге... Это мне информация? это я написал, да, если что, потом узнаешь, что-то нападает у нас на Штом Спирита, входит в Ивпад Тауэр, курица, курица, Йосинь, переключись на курицу, нужно ее убить, нас бамбу, вся команда побежала за курой и в итоге забирают у нас, забирают курицу, но это минус 2 в ответ. По-моему, недалеко окупилась, потому что все-таки 2 в 1 у нас было. Тут у нас что-то спирит агрессирует, и, кстати, знаешь, если Бладсикер сейчас взял пассивку, он бы этого шторма просто взял и убил. Прямо так замолчат, а что-то секреты написали, похоже, да? Нет, подожди, это что ты мне написал, правильно? Да, это я тебе написал, просто, ну, в будущем, чтобы никто не знал наши тайны, тайные связи. Просто я как бы этим не занимаюсь, поэтому... Я понимаю, но теперь, оказывается, мы этим занимаемся. Так, выход сверху, выходит у нас на Хану, подходит дерево, и вместо того, чтобы отдать семечко, надает ему хук слева, хук справа, Хана понимает, что так не надо, и отходит спокойно. Пока все хорошо для Скайзе, несмотря вот Ферстблат, несмотря даже на то, что убили курицу, Рубик снизу он стоит, и крипов он вообще не видит, ну, очень мало видит, потому что Луна у нас забирает большую часть, то есть, это единственное, что вот кинуть свой нюк, и под этим нюком, пока у Луны мало демонов, большую часть крипов забирать, и... вот так вот смотрим мы дальше-дальше, приходит Шаду Демон, и все, Рубик у нас будет втерпать, но Анигма забирает львиную долю фарма, и она уже, и она уже четвертого левела, это много, обрывается у нас на бамбу, бамбу у нас уходит, очень больно бамбу, два стака, два стака, не хватает, да, чуть-чуть не хватило, а у него была мана еще на один стак, да, кстати, у него была мана еще на один стак, если бы не поторопился, может быть, и убил бы, в миде вот пытается Бладсикер своими Бладрейджами как-то прохарасить штормом, как по мне, он этими Бладрейджами шторму только в плюс, потому что куча дамага, он уже второго левела, там урона наносит он совсем мало, а боттл шторм спирита, он, в принципе, позволяет легко восстанавливать все то хп, которое там какую-то копейку он наносит, пошел контролить руну, посмотрим по Визер Тлим, Сади заходит к Никсасасино, так, сетка, пошли-пошли наваливать с руки Карапаси, единственное, что есть сейчас у... даже, ну даже, он просто не прожал, почему? Зачем сопротивляться, да? Сопротивление бесполезно. В ответ у нас пушат снизу, понимают, что нужно давить, пока у нас Зефир не могут защищать эти товара, и нужно пушить, пушат очень жестко, единственное, у нас есть Рубик, который взял Ферсблак, благодаря чему он сможет спамить, причем спамить хорошо, но ему даже этого не нужно, дать сделать, то есть, не подпускают на раньше пушечного выстрела, и в итоге размен у нас в 1-1 по товарам. Но пока что более-менее такая равная игра, если посмотрим на экономику, 0 по золоту, по XP, лидирует Enigma, которая забирает весь лес, вот эти полторы тысячи. Ну да, да, Enigma, у нее по голде тут довольно неплохо все. И, и теперь у нас снег стоит в отличной позиции, он стоит под тавером, забрать его очень тяжело, потому что это Тир 2, так же далеко идти, и выход от Йосина, выходить ему только в центр, потому что здесь у нас огромная уязвимость, плюс Бутсикер, который отлично ассистит, и Фридом это чувствует, Фридом абсолютно понимает, куда у нас хочет прийти Йосин, хотя, знаешь, Йосин 2-го левела, на самом деле, многого не сделает, слишком мало силы. Так, нападение, Бутсикер повесил свой ультимейт, и легко разбирается с луной. Ну вот, Бутсикер начинает первый гангать. Да, Бутсикер молодец, он понял, что у нас была защита в центре, но не понял этого Йосин, приходит Йосин на центр, и что он спирит его... Это, это сейчас было что-то реально невероятное, кто смолки нажал? По-моему, Дезраптор у нас сейчас нажал смок, перед смертью. Психанул, просил у них, получи скатину. Она тебе газовая, знаешь, как в Шинобе, там, нельзя. Кидаешь смок, и резко испаряешься. Но у него так не получилось. И в фокусах тоже такое бывает. Да, у него не получилось. Но он, в принципе, испарился, достаточно быстро, причем, я не знаю, почему он так стоял, смотрел на Шторма, у которого 6-й левел, и не боялся его, будучи Дезраптором, с единичкой армора, там, и ни одной скипо-билки, при том, что за спиной у него тоже никого не было. Очень странно действовал сейчас Дезраптор. Три-три. На понт брал, так как мы его называем, ну, или некоторые, кто умирает, говорят, я его на ману разводил, вот, я говорю, смотри, у него нет половины маны, теперь ты в безопасности. Так, ну, Шторма, пока, Боттл, Пауэр 3-й себе принес, стики, ПТ себе также принес, Бладсикер, ну, у них одинаковые айтемы, прям, под копирку, практически. Сверху Нюкс у нас хочет получить экспон, ему очень трудно, Зефир запулили крипов, и теперь нужно знать, когда они обратно пойдут к нему, то есть, вот такой тонкий момент, что ему не хватает, буквально, чуть-чуть, 6-го левела, но взять его неоткуда, и нужно под Тир-2 ждать и стоять. И у нас, Йосин, пошел в очередной раз в атаку, то есть, это вот наш, вот уже любимчик этой команды, Зефир, Йосин, идет он на центр, на ней находят полосы, на катапульту, нужно ловить, нужно ловить прямо сейчас, потому что, потому что, я не знаю, зачем ты тогда вообще пришел в центр вар, что ли поставить бутсикеру, который стоит на своем хайграунде. Да, какой-то странноватый мув. Странноватый вар ставить у Штарма на глазах, вот здесь, который собьют при первом же центре. Ну и у нас, Штон Спирит подходит дальше, он разминает бетоту, у Штарма сзади защиты, находится и Штарма, и Энигма нападает у нас на Штарма. Что тут маны нет, но там, правда, Шадоу Демон подтянулся, Энигма, видать, они видели то, что там еще Энигма где-то стоит, или подозревают об этом. Они знают, да, вар все-таки вот этих ребят он видит. И пока у нас все стабильно. Вот пока, кстати, на самом деле, Зефир, вот я смотрю, смотрю и понимаю, что Зефир вот сейчас они играют более-менее в свою доту, потому что тут особо ничего изобретать не Нага, Нага стоит, фармит сверху, в миде стоит, ну, не важно кто, да, сейчас это будут сикера, у него уже есть Вендетта, у Наги есть сон. Вот, сразу ловят и разрывают ее на части, даже... Ооо, она уже замахнулась, она уже почти закастовала, я вот держал вот на ней камеру, она уже почти запела, но, видишь, очень, прям очень вовремя, на самом деле, был Black Hole заюзан. И странно то, что они потратили этот Black Hole только потому, что Никс и Шторм потратили свои дизайбы одновременно, просто в секунду. За этого пришлось. Ну, тогда странно не то, что, ну да. Но в целом, не жалко Black Hole. Согласись, на восьмой минуте жалеть Black Hole на вражеского керри, это глупо. Ну, и все равно против тебя играет Рубик, который будет всю игру стараться своровать этот Black Hole, поэтому лучше его дать хоть где-то, хоть кого-то. Такая в макроигре. И у нас SkyZ продолжают давить, и они понимают то, что Нага у нас фармит, у Наги у нас уже есть 2600, и ни в коем случае, вообще ни при каких-то обстоятельствах его собрать, то команда из Тир-2 резко превращается в Тир-1 на ближайшие там 30 минут, начиная спидпушировать своими иллюзиями. И нужно нападать. Нага у нас, мы спорим, хоть хочет зафармить трипл стак, но ей крипы разбивают лицо, то есть сейчас она на самом деле как-то теряет время, по-моему, потому что стоит большой крип, он регенит вообще вот всех этих крипов, и в итоге, смотри, Нага дала свой нюк, дала свой второй нюк, ну и в итоге все эти крипы сейчас потихонечку возвращаются, и просто Нага идет домой. Домой, хотя сверху ее ждал фрифарм, то есть смотри, сверху и дал он, и сверху крипы, а Нага идет назад. Достаточно много, ну и правда. И крипы регенятся на это. А где Боттл, который должен обудиться? Ну она же на легкой стоит, поэтому и пока не нужен, обычно он с центра идет. И в итоге, все крипы, которых она фармила на хмэшетах, они вообще не стоят, они стоят как и стояли, и уже отрегенились почти. Нормально. Хотя нет, может она сейчас пойдет, слушай, смотри, смотри, смотри. Ну что она делает? Они все-таки посылают иллюзии. Но сама уходит. Вот сейчас делает самый адекватный мув. Кто и болгай. Но иллюзии сразу умерли. И крипы дальше стоят. Это блестяще. Я уйду с фрилайна, где у меня был чисто фрифарм, пойду все-таки добью этих крипов, при этом разобью, наверное, себе опять все лицо. Ну и пока вот у нас Нага совершает столь интересный фарм, просто феноменальный с моей точки зрения, потому что, ну действительно, что он творит вообще? В это время у нас Скайзе начинает дальше прессовать. Подпушили низ. Снизу у нас пришел нюкс, но никого не было. И в итоге подходит у нас Блудсикер. Блудсикер, кстати, на самом деле все довольно-таки хорошо сейчас. Он уже почти имеет барабаны, то есть если мы видим по фарму, он даже имеет больше, чем у Штон Спирита. И как ни крути, Тагиующик, у которого хорошие статы, у которого есть блуд... Ну по ластхиту он, я так понимаю, больше, да? 55, да. Ну а по факту тут он у них... Вверх на центре. Вверх на центре, что там Спирит не забрал Рубиса, при этом чуть не умер. Возвращает его Йоси. Начинают они всей тусовкой убивать, что он Спирит, и его сейвит дизраб, и что он Спирит уходит. Красавчик. Ну он на последних копейках упрыгал. Там еще надо попрыгать, иначе можно отъехать. О, вот это поворот. Блудсикер его догнал, юзает в него ультимейт. Не зря все-таки нападали, а тут у нас кто-то Трубик. Ну и Усс подходит наверх, находит Нагу, начинает нападать на Нагу, бьет, дает мана. И вот, пожалуйста, что происходит с Нагой, когда она... Фармит нейтралов. Фармит нейтралов, не имея даже щитка. То есть у нее, чтобы фармить нейтралов, у нее есть только Топорик и Рингов Базилиус. И фармит трипл стак нейтралов, это себе дороже. В итоге Нага мало того, что потеряла все время, так она еще и потеряла фарм. Хотя, я думал, задача проще. Ты стой вот под этой вышкой, не пуш линию и фарми. Ну, по сути, у этого товарища за 11 минут и 12 уже почти Сакрат. Вот если бы он, конечно, вот этот мув глупо не совершил, уже был бы Сакрат. Да, уже был бы Сакрат. И там бы уже рядом был Эрдианс, а пока его до сих пор откладывают. И постихоньку, но у нас Кайз захватывает преимущество, потому что Нюкс уже 8-го левела, и он в соло может прибегать сюда и Нагу убивать, которые достаточно хп до себя начинают делать. Так, дабл дэмэдж мы видим снизу. Луна, луна, делает себе деньги. Да, делает деньги и делает правильно, поскольку таким лайнапом пушить очень тяжело. Вас будут просто отспамливать там нюками, иллюзиями, чем угодно. Захилиться фактически нечем, тавер бить тяжело, тут наш шторм развлекается. Блот Сикер, по-моему, вообще ничего не видит. Начинается драка, повесил на него сайленс, но тут уже не подерешься. Дал дэмэдж шторму, кстати. Вот при такой ситуации ты понимаешь, что шторму лучше покупать, знаешь, вот как он сейчас делает, да, БКБ, он соберет БКБ, он его, скорее всего, нажмет. Ну, если даже, ну, до драки, то есть он летит первый, тогда Блот Сикер уже не так, не так силен, то есть Блот Сикер ведь может в БКБ... Вот раньше, что Блот Сикер? Может в БКБ, ведь не может на БКБ летать. На БКБ нет. До БКБ. Вот тут один момент тонкий, потому что шторм-то будет летать первый, как ни крути, у него там тысячи раньше инициации. И про тонкий момент скажи. Так, сейчас, секундочку, у нас тут попыток... Ищет Нагу, ищет Нагину, находит Йосина. Да, Йосину больно. И зимани. Ну, он бы Нагу не убил точно с фулл хп, а вот... А Йосину он убил. Причем Йосину, смотри, где он стоял, он как бы стоял, вот если все стояли под Тавером, то он стоял в очень интересной позиции. Он типа на подстраховке был, но подстраховку надо делать немножечко вот где сейчас как раз Экси Бамбу стоит, а тут подстраховка, а там он подставлялся. Так вот, к слову о Блот Сикере, там Шторм Спирит просто феноменальный. Так, опять нападение. Нага подстряла. Нага живет. Энигму закинули на своих тиммайтов. Мало маны, подходит Йосину. Йосину не хватает левела для того, чтобы завязать Глимс, и спокойно уходит. Два героя развлекают четверых на верхнем линии. Также у нас подходит Бутсикер, забирает он Энигму, но Нюкс выживает. Ну и пока продолжается дальше у нас такое ровное, ровное сражение, потому что пока пять героев убивают одну Энигму, то остальные четыре у нас форматы свои, а это мы выносят. Вот. И про Блодрэйдж, говорю мысль, он просто-напросто снял дабл дэмэдж со Шторма. Просто повесил на него Блодрэйдж и снял дабл дэмэдж, что довольно интересно. Блодрэйдж снимается с Фиффи, да, да. То есть все, что угодно. Я уверен, что он, если ты его круто повесишь, он и Сатаник снимет качественно в один момент, но и все остальное там как вы-нибудь Алакрити. То есть Бутсикер у нас потихонечку, может быть, найдут ему применение. Такой специфичный герой. Да, осталось бы еще пассивку третью заменить на что-то такое более полезное. Потому что, да, там, когда у всех порог здоровья ниже 50%, ты обычно уже выигрываешь, неважно там, нужно тебе быстро бегать или нет. Лучше бы дали, чем что-нибудь, как у нас, что-нибудь похожее на Сталкера, чтобы он хотя бы быстрее бегал для себя. Смолк врезаются. Попытка. Попытка. Непонятно, что сделать, потому что пока... А, вот в миде, да, подставляются. Но там тоже достаточно много. Так что сейчас будет либо массовый файт, либо просто будут дефить. Причем они необычным способом завязали смок. Я ожидал, что они пойдут хотя бы куда-то, например, вниз. Вот снизу стоит у нас луна одинокая, луны 815 хп. У них как, знаешь, они вначале завязывают смок, а потом думают, куда идти. Думают, куда идти, и что делать. Вот это неправильно. Потому что сейчас вот они наконец идут вниз, но смок уже заканчивается. И в итоге они потратили огромное количество времени. Луна уже отпушила лайн, лайн толкается под тару в противнику, луна это видит и спокойно уходит фармить в лес. Никс ждет свою вендетту, но там стоит центричник. Не все так просто. У Наги есть сакет. Вот уже получше, у нее уже такими путями скоро будет радианс. Ну и знаешь, на самом деле, пока у нас как бы это смешно не звучало, но зефиры, они потихоньку захватывают преимущество. Потому что пик зефиров, он мало того, что Нага у нас очень хорошо контрит луну из-за иллюзий, их много, они жирные, они бьют эту луну и только когда у луны там будет какие-нибудь 6 лотов плюс МКБ и сатаник, она будет способна в макроигру возить. Но вот два героя не находят себе места. Не находят себе места нюкс, не найдет себе места нюкс в игре, потому что он бегает в инвизии и на иллюзии как бы ты не растратишь винда этого. И также Штормспирид. Штормспирид, который пакует БКБ, вот тут очень тонкий момент. Польза только одна от БКБ, это чтобы защищаться от Дизраптора, который будет тебя возвращать и кинетиком накрывать. Но в других ситуациях вот макроигра, макроигра, она вообще получается нулевая. То есть у него мало маны, он не может эффективно гангать, он если кого-то встретит одного, он вообще никого не убьет, учитывая, что есть Трин Протектор. Но и в итоге Шторм у нас тоже слегка выпадает из игры. Вот Энигма, наверное, вот Энигма делает больше пользы как разуза. Никс уже полчаса стоит, он там что-то под Виндетой по-моему побегал, ничего не сделал, сейчас опять. Ну да, никого он не увидит, потому что с Зефиром никуда выходить не надо. У нас есть Нага из оврага, Нага забирает весь фарм по карте и врыв на центре. Нападает на Шторма, кинетик филд. О, Шторма! Приятно, ЭТП аут решает или нет? Не решает он эту ситуацию. Гонится у нас за Йосином, получает 2 стака, врывается Энигма, ну-ка, нужно дать станчик, нужно дать еще один стак, нет, не успел у нас дать стак Шаду Демон, еще один, двоечка, блестящая игра от Фритома, да. Промакшенный уже, пользен, довольно больно. И врывается Нюкс, Нюкс, который сидел без дела, не знал, что он ему делать, находит Блудсикера, Блудсикер кидает ему Саленс, гонится за ним, использует Блэдмейл, врывается Шторм, так же начинает его фоксить, Блэдмейл закончился, и Блудсикер приятно. Еще и Лигнармор моментально был сбит, вообще никак он не помог, цепляет рэнда протектора, Энигма, есть Блэкхолл, если подставится еще кто-то, можно его бахнуть, но тут слип. Да, и боже мой, что творят Зефир, куда они вообще лезут, у Наги нет Радианс, у Наги 100 карт-релект, вы сделали минус 1, но и успокойтесь, там, радуйтесь, Патавр-то, зачем Патавр-то лезть от своей всей этой гоп-бригады, и собираются скайз вместе, у них очень плотный пик в плане пуша, и они его будут сейчас реализовывать, Лигнармор на Тавр, быстренько сбивают, и Тавр походу приплыл. А, еще Глиф, да, есть Глиф, так же есть у Наги Радианс, у Наги есть Мана, и, ну, запушить вот таким лайнапом этот Тавр нереально, потому что Идолоны падают моментально от прокаста Рубика и Наги, и в итоге остается одна луна, которая пока не так сильна, чтобы вот весь этот демош себя принимать, и в итоге расходятся у нас товарищи, да, расходятся у нас товарищи, и вот пока пройдемся по артефактам, Блудсикер собрал себе Блэдмейл, ты видел, как он его использовал? Ну да, там... Он кинул на себя Блэдмейл, и его никто не ударил, Блэдмейл закончился, его все убили, а тем временем сверху убили луну, которая фармит вот тут, по вражескому лесу. Вот это очень интересно. Это очень интересный момент, да. У нас все, Миркл пошел, то есть, все мы знаем, то что Миркл... В медиа, шторм нападает на Блэдмейл, подрубил Блэдмейл, ох, и вот тут уже, конечно, ничего не сделаешь. Да, Блудсикер у нас тащит, катку, Скайзер, Рубик прыгает, Телекин и Азон, там тоже Даггер Аут, и ультимейт вообще в никуда ушел от Йосина. Конечно, не ожидал он, походу, что такой будет. Ну да, потому что мало кто у нас знает, ну, тут нас знает то, что Телекинез урона не наносит, точнее, много все знают, что Телекинез урона не наносит, но все привыкают, да, что когда ты заставил, как бы, ты как бы трогаешь герой, и он не должен прыгать, но... Тычечку не сделал, возвращает Гринца обратно, Сайленс, заперли, еще и сетка, ну, должны, должны запирать, Энигма прыгнул, решил дать Блэк Холл, но, судя по всему, не получилось, что-то ему помешало, и Зефиры тащат катку, вообще на Изичах, начинают они давить Скайзе, гонят, не знаю, Нага штуку 700 подымает, и сейчас еще сломают Тауэр, эти деньги будут только расти, Блотсикер тот же, уже 1800 голды на кармане, ситуация потихоньку выходит из-под контроля, я могу сказать, что вообще Нага тащит катку, если так вот посмотреть, то есть Нага у нас создает пространство, для всей своей команды, и в итоге Зефир бегает вчетвером, ну, собирают всю малину, затем и... пока мы видим, у нас вообще неадекватные действия со Скайзе, то есть Скайзе, что происходит, Скайзе не видит никого, сверху фармит Нага, иллюзиями, это, 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 это все фармит Нага, четвероих героев на карте нет, у нас же там Спирит прыгает под тавер на Блудсикера, с Блэдмейлом, на которого Тренд Протектор кидает армор, и это бы было адекватно, если бы у Шторма было БКБ, хотя бы мог бы улететь, но БКБ нет, поэтому улететь он не смог, ну и второй вариант, это было бы адекватно, если бы у Шторма было много маны, тогда бы он прилетел, улетел, у него бы мана отригинилась, а у него нет ни второй, ни другого, и в итоге, что хотел у нас, что он Спирит, я, я вообще хз, что он хотел, под этим тавером, кто его знает, ну вот, ну тавер он хотел, наверное, вот у нас очень, наверное, он пытался же убить суппорта, мне даже суппорта убить не удалось, ну, Левен Армор, вот, ты об этом говорил уже, то, что он в соло никого убить не сможет, оно так и есть, но он походу этого не понимал, теперь уже будет понимать. Теперь смотри, смог, делают они отличный мук, обходят за тавер, понимая, что нужно сразу вырубать, вот, товарищей, которые нас умеют спамить, нужно найти Бамбу, Бамбу в атаке, Бамбу попался, нет, вылетает Бамбу, ультимейт рента, хороший, врывается у нас Бутсикер, включает БКБ, фу-то, включает Бл, включает свои, короче, бороды, да, стоит у нас Энигма, и врывается Нага, Нага начинает иллюзировать, иллюзирует она успешно, Нюкса забирает, понимая, что драться здесь невозможно под этим тавером, и вот это да, разбежались, они потратили смолк, потратили свое время, еще и на фиделе, да, и при этом, зафирмации, вот Бамбу сейчас, ну, зацарил, в этом моменте, молниеносная реакция, с форса ушел, ну, если бы у него не было форса, был бы только Даггер, он бы так не смог, вот, разрешил вытворять, он просто пошел, и Шадоу Демона бахнули, отлично, ну, Шадоу Демона всего-навсего хотел, там, Пойзоны покидать, но, учитывая, какой сейчас мобильный Рубик, такого лучше не делать, но в итоге, что мы видим дальше, у нас Шторм становится все, юзалисе, ну, становится юзалисом, все дальше и дальше по игре, потому что, гангать уже вообще, по-моему, некого, там, тренд протектор, уже там, бутсикер бегает, 1500 хпм, то есть, ну, тут она срывается, возвращается, тридцать, отличная игра, включая сразу луна БКБ, нужно бежать, нужно разворачивать, какой у нее дамаг, от нее лучше нужно бежать, у нее плюс 170 урона было, из-за Блэд Рейджа, но, у нее еще и эти промо-акшены, глэвы, то есть, она бы там разворила бы, но вот, БКБ теперь закончилось, теперь ее уже можно цеплять, и вот она пытается убежать, Энигма с Блэкхолом, запрыгивает, юзает, хороший Блэкхол по троим, но никто в этот Блэкхол дэмэджа практически никакого не наносит, убили двоих, Энигма отвалился, Блэд Сикер уходит, Блэд Солкетчером, два стака, если сделает килл, выживет, но надо успеть сделать кит, это ж посмотри, какой везучий, тем временем Десаптера убили, три в два размен, два очень побитых, Блэкхол вместе с Нагой, мы сделали все очень качественно, да, да, и вот остальные, вот эти, те самые, вот, Блэд Са сейчас его же и спасли, и от Йосина, который синициировал вообще всю эту драку, развел на БКБ, вот это на самом деле заявочка, когда убивает Нага луну под тавером, когда у нее Блэкинг Вар, это опасно, потому что, они развели на БКБ, заставили потратить, убежали очень грамотно, дождались пока БКБ закончится, а потом развернулись и объяснили. Подставились под Блэкхол, чтобы Энигма ворвалась, в троих его скастовала, убили Энигму, можно было еще, правда, Блэкхол своровать, если бы там кто-то помог. Ого, Шторп Спирит в миде, подстрял, это минус. Да, и Шторп Спирит у нас, по-моему, вообще не понимает, что в этой катке происходит, у него еще 2-5-4, он особо никакой пользы не приносит, он не гангает, в лейте он, мягко говоря, вообще не очень против, у нас, Блудсикер, на которого напали, Кинотик Филд, очень больно, у нас Блудсикеру сразу падает, и нужно бежать, нужно убегать, глимсовать кого угодно, делать Блинк Дайгер, бамбу, бамбу, микрить, давай, давай. Что, добежать, добежать, форснуться и TP-аут, а, тут не все так просто. Да, очевидно, очевидно, что он туда и бежал, в итоге Хана его за это наказал, или Хана. Хана. Да, я помню, такой у них был. Такой у них был вообще с ником Хана Монтана. У меня Ковальва смоли, боже мой, как можно было придумать вообще такой у них себе. Паренек играл за команду Liquid на втором интернешнене. Да, был такой. Начинает пушить мидл. И вот, в который раз мы уже видим этот тавер, но я уверен, что сейчас они его точно заберут, потому что, хотя нету, а снизу, драка, ну как драка, избиение. Не знаю, что тут делать, опять же, Дисраптор. Шторм Спирит находится у товарища, то есть, по-моему, только на этом товарищи и поднимает вообще свои киллы. Что этот товарищ вообще там делал? Вот такой вопрос ли? Центр. Вот сейчас сюда Дисраптора как раз не хватает, чтобы вот этих товарищей цепануть троих хорошо вставших. Тренд, юзая эту льту, с танчиком получает, и просто-напросто отступает. И, ну, Bloodseeker юзает ультиммейч, Shadow Demons, естественно, не отпустили. Вот, реально сейчас могли бы сделать гораздо больше киллов, но кого-то не хватило. но Шторм Спирит тоже здесь отсутствовал. Ну, что он стоит сейчас? Найдет, смотри, иллюзию Наги. Нага даже вообще плюнула на него, решила не тратить свое драгоценное время и пойти дальше фармить свой лес. И выходит на Рошана. Заходит на Рошана огромное количество урона. Bloodseeker 200. Вот, 200 на 25-й минуте. Ну, и нужна помощь. Я вот, неинтересно, почему эти товарищи стоят на горе и ничего вообще не делают? Как бы у вас убивают Нагу, у вас есть будет Сикер, у вас есть дерево, все же, в конце концов, которое может подойти и потанковать. Да, Пурш? Мой хороший, мой дорогой. Ну, и он вообще не хочет подходить, чтобы, видимо, дерево не клапало, хотя она все равно клапает и в итоге забирает Рошана, но... Как им это тяжко, как им тяжко это далось? Тяжело далось, сюда никто не пришел. Это минус, как по мне, для Скайс, надо было постараться. Тем более, что у Энигмы уже есть Black Hole, нужно было попытаться не отдать. Но Энигма фармит себе БКБ и я смотрю, он уже его дофармил. У Скайс огромные проблемы. Во-первых, Энигма фармит БКБ против кого? Против Рубика. Даже если она будет в БКБ, Рубик этот ультимейт просто сворует и сбьет этот же ультимейт своим же Black Hole, который БКБ не контрит. То есть сейчас айтембилд Энигме он так себе, мягко выражаясь. Второе, Луна собирает БКБ, но, как мы видим, сами Скайсг никуда не нападают. А если Скайсг никуда не нападают, то толку от этого БКБ нет вообще. Ты как бы вот бегаешь с ним и фармишь. Ты бегаешь и фармишь, у тебя нет ни ДПС, ни Яши, ни скорости бега, это просто у тебя медленный фарм. То есть сейчас, Нага вырывается за счет того, что она фармит всю карту своими иллюзиями, а Луна за счет того, что она просто бегает, причем у нее интересный маршрут. Вот сейчас, она вот так вот пробежала, вот так вот. Вот так вот она бегает, 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 бегает и думает, куда же я все-таки бежать со своим Блокингаром. То есть, ну, вообще никак. Ну и Шторм. Что? Понятно, ему нужно делать хоть что-то, потому что без Блокингара он не сможет даже сделать и этого. И идет у нас атака на Тавер. Бьют Тавер начинает харасить, это Нага, иллюзия кулдаун, нужно отойти, Блитсу танковать нельзя. Шторм заранее врывает БКБ, врывается на Блокингара, но он, он с Аегисом, они максимум смогут бить с него Аегис. Инигмом врывается, Блокхолл пока не юзает, дает Малифейсы. И вот он Блокингар, у него нет БКБхи, купил себе Шадоу Блэйд. Нет, нет БКБхи, но нету трех Блокинг-баров у Скайз и Нима феноменально произвало свое БКБ, ты просто произваешь БКБ, прыгаешь и понимаешь, ааа, там Рубик есть, ааа, он может своровать его, и в итоге... Там еще и Тренд есть, там еще и Нага с сеткой есть, и... И в итоге 4000 голды вообще ни во что у нас потратил пацан, да, может, не знаю, лучше б Меку себе купил, или там Тревела, или Некро 3, или что угодно, Ликенсверу в конце купишь, чтобы Рубик не смог своровать так быстро, то есть, ну, разные у нас бывают ситуации, но в итоге пока такое, пока Skyz, они своими айтем билдами сами себя убивают. Ставится пауза, Треверс сразу, что там такое, ну-ка, доложить, отчитаться, что произошло, не, ну, правильно, то, что, мало ли, зачем эти паузы ставятся, дота, она как бы тема сильна, что тебе приходится принимать решение здесь сейчас, а не сидеть и обдумывать там, будущее свое, так что, такие паузы, не самые желательные, так, ну вот, команда готова. Мне больше всего нравилось, как рефери Иванов принимал решение на каком-то матче, по-моему, там где-то на чемпионате мира, связанной с Португалией, он там, по-моему, за матч дал 11 желтых карточек или даже больше, там, по-моему, 2-3 красных, вот. Были у нас и стали такие судьи по принятиям решения. Да, прямо во время матча сходу. Он запомнился, как самый, наверное, эпичный судей, даже по его мувику возвращает, возвращает у нас сразу доггераут, это Нигма. И в итоге там потом Джоли Мумик, такая песенка, и он всем карточки налево и направо раздает. После этого, по-моему, больше не допускали ни до одного матча на этом турнире после такого вот его имя, фамилия, Иванов. Скоро Манта, точнее, не скоро Манта, а Манта уже есть, нужно принести. И Нага становится ужасной машиной, если посмотреть на Луну, здесь перспективы неплохие, но пока не особо. Очень мало, да, она не может справиться сейчас даже с иллюзией, которая будет бить ее, потому что бьет тебя иллюзия, бьешь ты ее, а у тебя БКБ. Не понимаешь, что оно тебе бесполезно. Вот я вижу, антиреклама Блокинг Бара сейчас. Ну, в данной игре как бы оно так и есть, но если Блоксикер пробивает это БКБ, Нага, Серки там может врыв на Нагу, Бьетана Скороя и Нага. Вот теперь я объясню, в чем сила Наги. Вот посмотрите, где бегают иллюзии Наги. Они выходят из своего леса. То есть, Нага отправила иллюзии к своей базе, а сама вышла сюда. И где логика, если у противника нюк шторм, то просто уходишь, не знаю, на базу можно встать под тавр, под тир-1, под тир-2, любой, наверное, игрок в пабе это знает, что надо так делать. Но нет, она поставит иллюзии в лес, сама фармит линию и ее наказывают за такое. То есть, такой игрой на самом деле у нас с Кайзой еще могут и вырваться вперед, потому что если Нага будет так и дальше фармить, то прости. Чуть более сайвовый надо играть. Да, как говорят, не чуть, а вообще, я вообще без паттавров не выходил. Такое впечатление складывается, что команды по ходу игр учатся... А элементарным мостовым паблика? Да, да, да. Может у них паблик не как у нас, потому что малайзийские северва, там не так много игроков играют, да, там? Надо там винрейд себя бузить. Поехать в Малайзию не для того, чтобы там на каких-то турнирах играть, а специально для того, чтобы винрейд набивать себе. А потом продавать аккаунты, как это делают. И потом свой бизнес делать, найдя там каких-то пацанов в Малайзии и продавать оптом уже все. Забирать свой процент как Гейб Ньювал и получать, зарабатывать там лишний миллион долларов в день. И делать свой интернешнл. продажи аккаунтов. Формят лес, зефиры, формят чужой, не стесняются. И Нага у нас, Нага у нас что-то поняла, слава богу тебе в этой игре, она наконец начинает послать иллюзию. Мелгийр появился у Блотсекера, ого. Что такое? Блотсекер на самом деле пока в себя что-то слишком сильно верит, он пакуется в демош, но у него нет Блэкинг Бара. Да, да, я тоже смотрю на него. Останов-то тут прилично, там и всякие пуржи, шарду демо, то есть вообще бить очень тяжело. Ну и плюс, он будет молнии кидать, но нужно срочно БКБ вот себе забирать, потому что вот для него БКБ это вообще артефакт номер один. Ты включаешь БКБ, тебя бьет одна луна. У луны на демош Яша и Доминатор, да, у тебя уже Мджални, как микротки барабаны и лотар. То есть он с большой вероятностью убьет ее в один на один, потому что он себе еще может повысить демош 120% и... Луна, сюда иди. Там урона будет... Ого-го, сколько? Под 400. Ну-ка, луна. Луна манта себе доделывает. Тяжело будет Луне в том плане, что ей воевать не против одной Наги, да, а еще и против Бладсикера. Шторм Спирит пока... Ну, Шторм, вот он, если сейчас сделает торч, а он, судя по всему, его будет делать, будет неплохо. Хоть и вроде 31-ая минута обычно в таких стяжных играх орчит это бред. Но там есть Дисраптор, который точно не купит БКБ, и там есть Рубик, который делает тоже очень много, и он БКБ себе тоже вряд ли купит. Ну, если купит, тогда будет провал. И там нету анти-БКБ, то есть он может 100% врубать и убегать среди матча. Рубик теперь с подогонимом ворует с километра от скиллы. Они у него еще сильнее. Кстати, жестковато на самом деле. Прикинь, какой БЛЭКХОЛ будет у Рубика, если он его сворует. И БЛЭКХОЛ, и ЭКЛИПС, и что он там, что еще может своровать? Ну, где Моник Курш может своровать и будет 2 пуджа. Две штуки. Что тоже неплохо, в принципе. Бомбы у нас тащит своих пацанов. Изи. Нага продолжает. Посмотрите, где стоит Нага. Посмотрите, где стоит Нага. Где она фармит? Тут у нас выходит тренд, нападает на Нюкс. Никса быстренько БКБ шторм у нас не взял, поскольку было мало маны. В итоге это минус 2. Забрали минус 2. Нага идет защищать центр. Ну, тут можно было нажать БКБ стики и затопшиться. Я не знаю, шторм выбрал умереть. Окей. Ну, не знаю, сколько там БКБ сейчас здесь 109 секунд. Ну, я не знаю, потому что он мог еще завезать БКБ до того, как его вернули. Ну, да, 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 да. Какие мы мулы узнаем, да? Вообще, ну, полнейший, бред. То есть, жалеешь БКБ и... Окей. Отдаешься. Да, в итоге у нас выход на центр. Тут есть все хорошо, единственное, у ноги мало маны. Начинаем калитовый тавер. Нету вообще никого. Сверху стоит Нигма в позиции улетает. Луна у нас тоже улетает. В это время бараки постепенно падают. Рывается у нас луна. Луна подрубает БКБ, пытается хоть что-то сделать. Я вообще не знаю, что она делает. И Нигма ворвался, дал Блэк Холл в одного. Тотальная ахинея творится на карте. Йосин под армором выживает. Чуть-чуть засуицидился. Хорош, его там Блэд Рейджем добивает. Блэд Сикер. Дисрапшн Сулк Кетчер ставится с НТ. Ричник сразу стан по таймингу. Блэд Сикер разрывает, но вот у него не... А вот он и Блэк Холл от Рубика. Здравствуйте, дорогие друзья. Под еще Аганимом забирают, пытаются забрать Рубика. Нага очень тоже побитая, маны у нее нет. Надо уносить ноги, ему в спид хороший, по идее должна уйти. Шторма мана кончилась. Да, она тут просто... Ребята, вы чего? За кем вы вообще бежите? С Тревелами и Манта и Нага. Ну, слушай, по факту-то файт получился достаточно неплохим. Я думал, что вообще в Салатину проиграют, а тут даже что-то сделать удалось, при том, что Рубик бахнул ульту в ответ. Блэк Холл такой хороший. Как так спросим мы? И тут же ответ. Нага использовала иллюзии для Тавара, она била Тавар ноунстопу, когда вот завязалась драка, весь файт, не было иллюзий. То есть, Нага, как ты видел, она вообще нигде не была, только в последний момент она подошла к Шторму, поняла, что сейчас вообще сама умрет, если еще постоит, и все. Я еще, знаешь, что отмечу? Во-первых, Нага не доделала Тараску, у нее было 3000 на тот момент голды, был рецепт и Виталити Бустер, то есть, ей до Тараски оставалось буквально 200 голды дофармить, и здравствуйте, я Нага, у которой в 2 раза больше ХП. Это первое. Второе, у Блотсикера нет БКБ, он умер 2 раза и вообще ничего не сделав, мы просто тупо его скиллами запинали. Ну и третье, третье, это я отметил про иллюзии. Ну да. День вообще такого Блотсикера увидишь, ну по крайней мере я вот профессиональных игр, то есть, он видимо по опыту прошлых игр понял, что вот это их миссия впитывает, ну и убивать впитывает, в итоге он купил себе Блэдмейл, Малджаннир, и можно еще что-нибудь купить такую, знаешь, третью возраточку, чтобы уж его точно никто не хотел бить в этой игре, потому что выбор на самом деле страннават. как бы, дело такое, он даже эти Блэдмейлы толково включить не успевает, если его цепляют, его убивают моментально, там дэмэдж, если идет, то по чуть-чуть каждому и всего-то. Ну да, грубо говоря, то есть, вот этот штамп спирит, он мало того, что он врывается на Блотсикера раньше, мало того, что он дает тебе арчит, и ты не можешь повесить на него свой сален, так он тебе еще дает и быстрее вот свой нюк, и в итоге весь бурс вылетает в Блэдмейл, когда шторм БКБ, то есть, пока что Блэдмейл на Блотсикер нас, по-моему, вообще ни в одном моменте не заехал, чтобы он кого-то реально убил за счет него. Но Блотсикер сейчас доделается, ну как сейчас, не знаю через сколько, но по идее должен доделать свое БКБ, тогда уже все совсем будет по-другому. Нага с Тарасочкой ее теперь убить практически нереально. Блотсикер Тэбл Дэлдж. Наге почти 3000, осталось ей купить Игл Сонг, и вот когда Нага закончит бабочку, это будет слишком жесткая иллюзия будет бить. Но тут Луна тоже, посмотри, она уже потихоньку к Баттерфляю близится. Да, но оба у нас к Баттерфляю, но момент в том, что Баттерфляю сейчас Нагу бафает сильнее, чем Баттерфляю бафнет Луну, потому что Баттерфляю будет работать на все иллюзии, то есть каждая иллюзия будет там с армором, со статами, еще миссы. Это очень жесткий такой выигрыш. В итоге, смотри, у нас драка снизу, Луна против иллюзий, понимаешь, что все, Луну нет, нужно идти за часть свой лес. И вообще, интересно, зачем Нага улетела снизу, когда она могла просто, вот смотри, весь лес пустой, вот весь лес пустой, ты мог его весь лес иллюзиями зафармить и все отлично, потому что, и при этом еще не испушит, доставляя кого-то телепортироваться. А в итоге, она идет наверх и Зефир играет в очень надежную доту. Мы тут видим, подключается все больше и больше болельщиков Зефира, уже наверняка им было интересно нифига себе, 37 минуты, а Зефир еще в игре. Что такое? Они еще не проиграли, надо посмотреть. Ну и вот, у нас видно, что Зефир на самом деле борется. Тренд спалился, спалился тренд, нужно вязать в центре, нужно вязать даст или просто убегать вся команда. Что? Так сбудоражились, где он? Ищем по горящим следам. Я просто объяснил, спалился тренд и Ник бы сразу блинкаут вообще просто сходу молниеносная реакция, что он тоже сразу бежать, а Нюкс, ну Нюкс единственный, кто понял, что он рядом, заезжал даст и решил его убивать. То есть, Нюкс в этом моменте сделал все очень качественно. Так, Луна уже 4 400, Нага 3 800. Луна выходит, выходит свой баттерфлей. И ей далее доделать Сатаник, ну вообще, конечно, контролить ее могут, но по сути это и Скайс там и Мигму имеют, если Энигма хорошо ультанет, плюс Нюкс хорошо застанет, Луна там жару даст у кого-то. Да, или если Сон хорошо нажмут пока... Да, тут вот обе команды имеют хороший потенциал в лейте. Все зависит от того, как они будут хорошо реализовывать. Вот, у нас Блэдсикер покупает Блэкинг Барр, и теперь у Эдифира уже ситуация лучше становится становится разу в два, потому что появляется второй потенциальный кэрри, который способен карать. Тут вот стоит Тавр, и нужно его харасить иллюзиями. И вот пока нет Баттерфляя и Луны, надо идти прямо сейчас. Надо идти, но Нага у нас приходит... Миди. Ну, и Нигму даже на БКБ не развели. Ага. Ага. Успевает отблинковаться. Прыжок. Дисраптор. О-о. А вот это уже очень интересно. Блэдсикер из Айт Ультимейт. Йосина забрать. Получается, тычка с Виндеттой. ТП Аут на базу. Выживает Шторм Спирит. Но вот не отпускает, зато Никс Ассина. Саппорта на Саппорта по сути поменяли. И на Блэкинг Бара у нас использовали два Блэкинга Бара Скайса. У них остается уже все меньше и меньше. Энигма 7 секунд, Шторм 7 секунд. Ай-яй-яй. Луна имеет 5300. Ай-яй-яй, да. Луна копит. Талисман оф Эвейджен как минимум, наверное, взять. Ну, я не знаю, может быть, конечно, это и не Баттерфляет. Может быть, хоть что-то. Ну, да, может, это Рапира, кто его знает, знаешь, такая-то от отчаянина. Ну, а вообще, артефакты покупать надо. Он ничего не берет. Это довольно опасно. Если сейчас завяжется какая-то драка, хоть какой-то талисманчик ему бы помог. Хоть как-то. 19-22. Игра идет довольно ровная по киллам. И, в принципе, экономика не имеет какого-то там огромного значения. На данный момент 7 тысяч слихом. По сути, все довольно ровно. Ну и заходит. Огромное количество иллюзий. Вязается глиф. Теперь очень тонкий момент. Вот иллюзии падают. И Зефирам нужно просто отойти. Нельзя драться, пока у тебя нет иллюзий. Этого делать ни в коем случае нельзя. Остается 20 секунд иллюзий. Блудсикер стоит. Минус. Врывается что? Начинает фокусить Блудсикер. Врывается Бамбу. Дается отличный реводж. Фута. Рут. Врывает Энигма. Блэко по троим. Очень боль у нас. Врывается. Начинается проказ. Сверху Эклипс. Минус один, минус два, минус три. Появляется Блудсикер. Его нужно убивать. Нужно второе. Вот у Блудсикера есть БКБ. В этот раз он его заезал для того, чтобы убегать. О, как он разорвал на части. Отступает. Понимаешь, что отступать некуда. Подрубать Владмойла на развороте. Дисрапшн юзуэт на Луну. И получается забрать Блудсикера. Луна живет. Хороший файт от Скайс. Проводят они его просто шикарно. И теперь вот Луна после такого файта делает легко себе баттерфлей. О, у Наги, кстати. Она тебя делает Скади, я нас обрадую. Потому что, видимо, это будет либо Скади, либо Линка. Да ты что! Да, и вот файт. Файт это блестящий блокуалт Энигмы. Энигма сейчас решила фактически... Ну вот то, о чем мы и говорили. То есть, кто лучше раскастуется. Либо у Зенит, у Зефир там будут какие-то какой-то хороший слип и дальше инициация. Либо Энигма бахнет ульту и после чего выиграть файт будет. Да, я бы еще добавил то, что я не знаю, сколько раз я это уже говорил. И многие считают, что есть какие-то супер моменты, супер мувы. Да, они, естественно, есть. Но у Зефир вот такие ситуации, когда Нагов использовал иллюзии. Все, иллюзий нет. Драться ты не можешь, ты стоишь сзади. Нужно просто отойти. Просто дать. Сделать свой шаг назад. Подумать, что ты слабее раза, наверное, в два, пока у тебя нет иллюзий Наги. Подождать, пока они будут. Ты их вызываешь, нажимаешь, райт-клик на тавер, стоишь на месте, hold position. Иллюзии закончились, вы отходите, стоите на hold position. Иллюзии получились, вы идете. Идете, вот. Ну и такая, знаете, очень сложная комбинация, которую Зефир пока не смогли реализовать. И в итоге они, мягко говоря, просто выпускают из рук свое преимущество. И мы видим, да, тут уже потихонечку графики ползут обратно. Нельзя вообще такого делать. То есть надо уметь играть с Нагой и, ну, адекватно, адекватно все это делать. Пока мы видим, что у нас Зефир вообще какие-то холодцы. Тут у нас Луна агрессирует, прячет иллюзии Наги. Хотя Shadow Demon сейчас вообще, наверное, шикарно себя чувствует. Вот он сделал иллюзии Наги. Теперь уже команда Зефир, смотри, всей командой начинает убегать от этого. Поднимать, контролить, встанить, нюкать. Ну, дальше идут Зефиры. Блэк Холл это теперь нет. Теперь уже остановить практически нечем. Ну и Аегиса тоже нету Блэдсикера. Вот он Блэдсикер, походу, ничего заюзать не сможет. Разрывают его на части. Шторм спирит, дерется с Нагой, заканчивается БКБ. А иллюзии у Наги нет. Опять очередной файт. Рывается у нас на Нагу. Хочет она сейчас раскастоваться. Дает ей стан, дает ей еще стан. Начинается Эклипс, дается отличный фокус. Энигма врывается, нужно чем-то помочь. Бьют у нас Нагу. Нага умирает. Нага вообще, ее никто не отбежал. Блестящий Эклипс сверху, своровал с Аганимом, делает минус один, минус два, минус три. Бамбук просто красавец. Бамбук великолепен. Просто бесподобен. Шикарная игра. Что он сейчас вытворил? Эклипс под Аганимом наносит огромнейшее количество дэмэджа. Это что-то сейчас было невероятное. Сетка. Нага пытается, пытается взять Луну. Луна тут Блэк Холл у Энигмы откатил. Вот он. Ну, своровать, своровать. Но он под Сайленсом находится, не может, он своровать Блэк Холл. Бамбу умирает. Минус три. Теряет, походу, еще и Нагу. Так и есть. Вот это каточка у нас просто. Это просто лютая игра. Обалдеть. Переворот на перевороте. Нага же, получается, байбэк профукала. Я, кстати, опять проведу аналитику предыдущего файта. Знаешь, с чего он начался? С того, что умер в Блудсике, а у Наги закончились иллюзии, как неожиданно. И опять никто не... Одно и то же. Одно и то же. И сразу в раз. Причем, когда вот убивали Нагу, Нага вообще ничего не сделала. Нага просто жгла Родиансом. И Бамбу в Соло, в Соло Бамбу просто убил всю команду. Ты представь, насколько он жесткий на пару с Дизраптором. То есть, у нас фактически сейчас тащит игру Саппорта. На Кэрри уже такое. То есть, по кулдауну отъезжает у нас где-то Блудсикер, по кулдауну отъезжает Нага, но Саппорт опакуется и ты посмотри, сколько денег у Рубика. Такое ощущение, что на самом деле Рубик уже может что-то серьезное себе покануть. Там, я даже не знаю, что будет рефрешера, потому что столько денег я у Рубика давно не видел. Два Эклипса было бы круто. Или два Ультимейт Энигмы, да, там, смотря что свороешь. Тут у нас тут по центру Нага все еще в таверне. Напомню, что Нага у нас приходила в Дракус Байбека. Теперь Байбека нет. И теперь очень много дэмодж у нас нарушит. Упадет нереально быстро, как только упадет Тауэр. Тауэр падает. Ох ты ж, боже мой, попрыгали, попрыгали эти Глоевы. Пуржа разрывает на части. Умирает еще один. Двоих убили. На дефе осталось двое. Наги еще 15 секунд не будет. Бараки 100% падает. Да, я бы сказал, что это слишком печальная новость для Зефир, потому что сейчас... тут Нигма играет гейм. Нужно помочь, нужно помочь. Вот это вот прыгать. И стоять на месте, стоять на месте. Что с ним происходит? Я вообще не понимаю. Больше бой. Freedom. Под Сайленсом. Разворачивайся, бей, у тебя у нас сколько-то демаджа. Гонится Блудсигер дальше. Но нет, Блудсигера забирает. Потрясающая игра, на самом деле. От одной и второй команд. Просто в одни ворота и другие... Наверное, вообще нафиг нам нужны. Наши просто новый мод Опамиду. Идем еще. Энигма прыгнула за... За... Гемом, когда у нее был свой. Жадность. Это не жадность. Это по-другому называется. Ну ладно. Ну и теперь у нас ответочка. Энигма теперь у нас кулдаун, блоки... Ну-ка сейчас состояние выкум уков. Так, кто у нас есть? У нас в итоге нету... Да, есть байбек у Нюкса, есть байбек у Шадоу Демона, но в бараке скорее всего будет багать, потому что вся команда находится далеко. Луна у нас вообще сверху. Луна одна, и никого на защите нет. Это на самом деле... Луны тоже нет байбека. Это на самом деле... Так, Штерм Спирит напал тем временем на Бамбу, бамбу ворует у него льту и уходит. Радиант Мидраг находится в виде. Ну... Линия на линию. Пока еще... Игра продолжается. 46 минут. Я ожидал, что Луна что-то сделает в это время, пока вот она... Ну, была. То есть, было на строю 4 героя, не хватало фактически только Энигмы, но Луна была сверху, как бы вообще ничего не сделала, просто 3 героя забрала в сторону, и все. Я ожидал я такого от Миракла. Ну, вообще, у Луны убогий этом билд. Я вообще не понимаю, чем нужно думать, чтобы такое покупать. У тебя нет вообще дэмэджа. У нее ДПС очень маленький. Да, я согласен. То есть, она эти иллюзии... Тут еще Тараски не хватает вот вместо... И вообще просто отличный этом билд. И по-то на силу. И будет этот билд терпилы, который никогда не умирает. Да. Ну, я еще добавлю, что, во-первых, мастхэв бабочка, то есть бабочка давала бы, наверное, на пользу раза в два, чем с Каде, потому что бабочка своими бомисами блочила большую часть урона от Наги, да и плюс нет МКБ у нас у Блудсикера и не скоро будет, да. У нас Блудсикер фактически уже в 6 лотов. А во-вторых, ей нужен МКБ, чтобы пробивать Нагу, потому что она ее очень медленно убивает. У нас фактически сейчас уже все делают саппорты. То есть убивает Шаду, Демон своим соллкетчером, у нас вот Нюх с своим прокастом, да, который уже с 16-го. Вот у нас кто игру делает. А Кэрри смотрит, что на одного, смотрит, что на второго и реально надо. Луна 4, 5, 11. Дальше, что там у нас? Шаду 5, 17 у Наги. Ну вот только Блудсикер, да, ведь Блудсикер свое дело знает. А оцени вот Шаду Демона, как у него все дела. Ну, 7, 4, 9. Вот как бы и это уже 48-ая минута. Это там не 10-ая, не 15-ая. Когда саппорты обычно бегают и убивают, да. У саппортов обычно какая стата там? Два два кила в начале игры сделал, бегает там пол игры 2-0, там до 10-ой, а дальше под конец уже 2-10. И максимум ассисты зарабатывают. Да. И, ну, вот это, конечно, очень грамотно подметил. Что за нас? Выходит в очередной раз на низ нападение на этот тавер. У нас пока почему-то никого нет. репортируется луна, заходят иллюзии. Так, попытка номер 4, ребят. Давайте подумаем. У нас есть иллюзии, они сейчас закончатся и мы будем... И надо идти драться. И надо идти драться прям сразу вообще. Все в погае. Как только они закончатся. Ну, потому что это отборы на 4-ый International. Это больше уже 5-ти миллионов долларов в призовой фонд. Ребята, пожалуйста, покажите класс. Покажите, я вас умоляю, что вот 124 зрителя, которые купили ваш вимпел, они реально хотят увидеть стоящие игры, именно стоящие вот скилл, да? Что у нас многие любят. Pure skill. Pure skill. Вот теперь они одолели. Вот теперь они реально начинают что-то понимать. Делают у нас иллюзии налево и направо. Понимаешь, насколько никчемная луна, что с ней даже иллюзии не делают? Вот делают из страшского керри. Смотри, 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 идут иллюзии, смотри, как у луна их убивает. Ну, а то у нее есть сатаник, а то у нее есть скади, сатаниковой претензии нет. Смотри, что происходит. Вот единственное, Нага зачем-то посылает иллюзии обратно, хотя она могла ими бить базу, потому что, ну, все равно эти иллюзии, вот они умирают, но по другим причинам. Ну и в итоге, теперь уже скайзи, они находятся в тяжелом положении, и скайзи нужно нападать, потому что такими путями зефиры убьют. И посмотри, они как будут слушать наш стрим. Они начали делать то, что надо было делать 20 минут назад, ребята. Сейчас уже просто с этими иллюзиями могут справиться так, но вот он слип. Надоело ждать. Цепляют Луну, Луна не может ничего подрубить, тут Аганим уже есть у Йосина. Луна раздупляется, ну и нажмет ли она сатаник, восстановит ли она все хп, подрубает БКП, сатаник же жми, и никого он не ударил, в итоге был только одних иллюзий, хп не восстанавливает, Луна минус, байбекается Луна, Шадоу Демон также отъезжает, вгрызается в бараке, глиф, Никс Ассасин, Энигма проиграет, Малифейсы, Блэк Холл есть, но кого Блэк Холлит? БКП скоро закончится, Йосин, Йосин попадает под фокус, Никс Ассасин тоже очень сильно проседает, Блэк Холла так и нет, байбека нет, и в итоге это минус 3, нужно ломать линию, Луна осталась вместе со Штормом, дефить они естественно вдвоем не смогут, Луна подрубает Эклипс, демаджа ей подарили, только что очень много, упрыгивает. Все очень красные, на месте бы Штормом сейчас просто все это забирал, нападает, нападает на нагу, начинает бить одного, второго, третьего, в итоге он никак... ЗАБАШИЛСЯ! Боже мой, повезло здесь, конечно, Блэк СИКЕРУ, но Шторм Спирит сам виноват, он не прыгал туда-сюда. Да, он не зафокусил сразу Блэк СИКЕРа, хотя он, в общем, ты единственный, кто его убивал и САЛЕНСом, и своим башем. Да, ну и вот они вроде остались слоу-хпшные, а ДПС у них хватит, чтобы сломать еще один лайн, завершается ШАДОУ ДЕМОН, кстати, сейчас ШАДОУ ДЕМОН может рассказать. Накрутит, да, вот этих пацанов? Это же ШАДОУ ДЕМОН, у него же там... У него до сих пор плюсовая статистика. Сейчас он сделает иллюзии, короче, там... Сейчас у него вновь будет одна иллюзия, он из нее сделает иллюзию, и все. И выигрывает игру сходу. А он даже не движется, он просто встал, наглый увидит, как ее придали ее же иллюзии, и в итоге это мега-крепы. И Sky и Z... Боже мой... Боже мой, какой позор. Для меня, который... Говорят, пацаны, сейчас будет там, да, изи-каточка для Sky и Z, они быстро зефир прокатают, но зефир на самом деле жару дали. Бамбул молодец. Бамбул... Однозначный MVP этой игры на пару с Freedom, потому что два парня делают очень много в драке, и пусть они никого не убивают, но действительно вот все эти сейвы, которые у нас, вот делают шаду-демон, потому что сейчас он фактически спас луну, он ее... Ну, она выжила от кинетик-филда, она выбежала, поздно нажала БКБ, поздно нажала Сатаник, и в итоге... Ну, БКБ, да, она БКБ вообще не могла нажать, она ничего не могла нажать. и потом она такая смотрит, а у меня Скади, ребят, у меня Скади, а у Наки диффуза, и в итоге Нага наносит мне больше дамага, потому что у меня много маны, то есть Нага фактически каждый иллюзий наносит, Боже ты мой, плюс 36 дамага, 5-6 иллюзий, 36 умножаем на 6, получается, где-то 200, получается, дэмэдж с рапирой в луну, дополнительно. Вообще у нее дэмэджа нет, вот у нее нет дэмэджа, в этом проблема. А у нее вместо бабочки Скади, отличный артефакт. Миракл, все, он меня полностью разочаровал, теперь я понимаю, как они проигрывали остальные матчи, которые выглядят какими, не пойми как. И Зефир, тут там уже присоединяется Иван, Иван, мы видим, да, что мы очень рады победе Зефиров. Зефирчики. Очень довольны. Ну, подождите, но они еще не выиграли, они еще не выиграли однозначно, ребят, если коэффициент вдруг на SkyZ вырос там в 50 раз, и если вы поставить 1 доллар, выиграете 50, то точно ставьте все свои деньги, машину, квартиру на SkyZ, они еще могут выиграть. Я уверен. Шансы еще очень велики. И у нас... Секси Бамбу. И нас вот в Вилат уже. У нас же Вилат врывается. Пангруппа уже появилась. Секси Бамбу, да. Секси Бамбу. Ну, теперь у нас SkyZ защищаются, причем защищаются они, мягко говоря, не очень-то уверены, потому что идут крипы по 1000 хп, 100 урона, я за ней еще иллюзии. Наги по 3000 хп. На все это смотрит Луна и рыдает, и рыдает вся ее команда, потому что она их еле-еле убивает. Ну, действительно, она их еле-еле убивает. На дворе 54-ая минута. Да. Единственное, наверное... Мендрайт Луны нам подсказывает. Так, подор, чудом на. Ага, больно. Ну, как больно, так, немножко помассажировали. Вроде живет. БКБ в никуда. Мана вся, кончился шторма. Бладсикер отошел. Пять сотен манов Бернету. Никсон. Вот, кстати, в затяжной игре этот Манаберн тоже литая штука. Ну, в гейме, да. Особенно для Наги, у которой мало Манэ. Четыре активных спила и нужно бернуть по кулдауну, чтобы не было либо сетки, либо сна. Тогда будет нормально, но Нага съела сыр, открывается на базу, дает сон. Так. И что будет делать сейчас Луна? Луна пока ничего нажать не может, она просто пытается драться, ее разрывает к чертям просто собачим. Тут подпытался, что Долдемон засейвить, но понятное дело, что там надолго не засейвишь. Энигма Блэкхолл свой не хочет вообще и умирает, вообще ничего не сделав. Это ГГ, без шансов. После мега-крипов тут уже никак не выиграть. Радиант Мид-Тауэр сгетт в что-то. Это вторая победа Зенит? Зефира, да, да, да. В этой Энигме я вижу частичку себя. Вот в одного героя она ультовать не хочет. Она хочет ультануть во всех. Душа просит больше. Душа просит красоты, а на деле получается не очень красивые моменты, когда в течение 20 минут Энигма не ультует, потому что не хочет ультовать в одного. Я не знаю, ну ладно. Я могу сказать, как заявить авторитетный Энигму, да, в которой есть небольшой опыт в прошлом, то когда ты играешь против Рубика, БКБ ферстайтом, он не работает в большинстве случаев, потому что, да, ты его воскоснанешь, он все равно тебе сыворот и собьет. То есть, если у тебя нет какого-то контроллера, который может этого Рубика прогнать, то, ну, вообще никак. А учитывая, что там и Нага, и вот Блудсикер, через которых тяжело пройти, то вообще нереально кастануть. И тут уже лучше собирать не Энигму, которая там купит себе Блинк Даггер, БКБ, ворвется в драку, у нее 6 тысяч денег, она не сделает ничего, а лучше уж там собирать там Мекру, Некро 3, там какие-нибудь ХП, как китайские Энигмы, делай себе Тараску и просто, знаешь, живи в драке, танкуй, и если Рубик там потратит свои спилы, потому что ему их тоже нужно использовать, то ты хотя бы дашь пользу в драке. А в итоге Энигма у нас была Миссис Блэкхоу, которая укастанула по-моему, сколько раз там? Ну, парочку, один раз она там вначале кастовала на Нагу с 100 ХП, потом, ну, было пару Блэкхоу, по-моему, которые воровал Рубик, тоже Пам дал пару Блэкхоу, то есть вот в итоге, но при этом Рубик еще миллион другой поездил. Если эти бомбы, это просто какой-то MVP этого дня, я могу сказать. Ну, точно в этой команде, потому что вот тот, когда момент эклипс, когда мы уже убили Нагу, мы такие комментируем, комментируем, потом бах, я смотрю ночью и там бьет кто-то. В лобби. Да, и Луна там, ну, действительно, была шикарно. Не, ну, вот мы видим статистику Секси Бамбу. Очень много у него винрейта, в принципе, на самом деле, действительно, вот команда, по сути, не имеющая проигроков за исключением Секси Бамбу, должна строиться вокруг этого, вокруг единственного проигрока, грубо говоря, и в целом так и есть. Он отлично выполняет роль оффлейнера в большинстве своем, но вот... Раньше он отлично выполнял роль Сими Керри, когда играл в Музах, и, ну, как Интернешнл, так и до этого в звездном составе. И вообще, этот парень, если сказать, то он, как бы, ну, лидирует своей команду, он сейчас капитан, и вот то, что он играет на хардлене, это на самом деле огромная ошибка, потому что, если ему достается не Рубик, а какой-нибудь там Тайтхантер, или герой, которым тяжело микрить, тяжело там, да, разводить, иклипс воровать, убивать всю команду, то, мягко говоря, скилл игрока он простаивает. То есть, если он играет хардленером, который еще и терпит, к тому же, то он вообще, то есть, он себе, как профессиональный игрока, он сам зарывает половину своего скила, поэтому, если бы, я уверен, если бы он играл на Керри, у него бы, вот на этой Наге, которая, не знаю, чуть ли игру не слила своим пацанам, то с большой вероятностью он бы, как его, он бы лучше, эта команда бы лучше играла, потому что сейчас, из-за того, что я вижу, ну, реально, вот у нас тащит, ну, он тащит, а остальные ребята такие мувы исполняют, это что-то, да, вот эти выходы на бараке, ты подходишь к базе, клядешь иллюзии, иллюзии бьют, иллюзии заканчиваются, и любой человек в пабе понимает, что нужно, а, отойти, что иллюзии нету, нечем драться, все, нужно бежать, и такую, знаешь, табличку, бежать, бежать, или на автомате, на фонтан что-то бежать, знаешь, такой, скрип, кончились иллюзии, все, бежишь на фонтан, пока у тебя не появится новый, ну, например, а эти стражи остаются, и в итоге их убили раза три, так, и они такие, ой, что-то нас убивает, что-то луна сильная, что-то луна сильная, нет, просто люди, ну, вообще, элементарных вещей, вот, нужно элементарные вещи, понимаете. На самом деле, игрок о ниде, как по-моему. то есть я смотрю, и действительно, я понимаю, что люди, как бы, да, сидят, микрят там, по 10, может быть, не знаю, по 50 часов в сутки они играют, но, помимо того, что ты играешь, тебе нужно вообще понимать, вот, ну, что ты делаешь в игре, потому что тут совсем, совсем уж веселуха, тут по демиджу мы видим, что у нас, ну, нага обогнала всех, но это понятно, потому что иллюзию у нас дамажит вообще всех, да и сам Родианс, можно это себе знать, дальше будет Сикер и Шторм Спирит, ну и Бамбу, вот, прошу отметить, Бамбу нанес больше демиджа, чем Кирилл. И Рубик, знаешь, тут, Луна, короче, даже Луна нанесла меньше демиджа, чем Рубик, это, ну, это уже стыдоба, да, это действительно так. Как тебе, как тебе билд, как тебе билд вообще Луны, тебе понравился, оценил ты? Нет, сгоди. Это, Энви, знаешь, вот очередной раз у нас люди провоцируют на сборку Скайди, профессиональные игроки других, это такие, ооо, я соберу крутой артефакт, так, что там Энви собирал, что он там делал, а, он Скайди собирал, а он же считается одной из самых сильных Лун у нас на свете, и он тоже Скайди собрал, и это, напоминает, мне уже знаешь, история третьего Интернешнла, я думаю, после третьего Интернешнла люди что-то поймут, особенно профессиональные игроки, которые играют в Доту за 5 миллионов долларов, но, как мы видим, почему-то призовой фонд увеличивается, а у нас наоборот, другие вещи совершаются, то есть, вот эти вот квалы, они показывают действительно для нас много необычного в плане решений. Да, ну что же, вот турнирная таблица, на первом месте по-прежнему у нас Arrow Gaming, на втором MVP со счетом 6-2, на третьем Минески 5-3, также 5-3 у нас у Минтраст и у Орнж, ну и это единственные команды, которые остались и имеют возможность пройти в плей-офф, то есть, теоретически, если сейчас MVP обыгрывают Минески, то у Минески становится счет 4-5-4, они уже теряют возможность, точнее, ну как почти, они получают возможность максимум, надеяться на переигровки. То есть, или лозера. Да, и Митраст и Орнжи, Орнжи играют у нас против First Departures, вот как раз сейчас будет эта игра, если Орнжи побеждают, то они тоже, скорее всего, гарантируют себе место в плей-оффе, но и Минтраст должны победить РРК, чтобы это все дело получить. И на самом деле, вот после первого дня, я думал, ооо, сейчас, короче, на 6 команд, переигровочки, переигровочек-то, скорее всего, и не будет. Да, потому что мы видим, как у нас, что и ФД, и РРК могут убить Орнжи, и Митраст вообще легко, ну, по прошлым играм, потому что карусей продолжается. Знаешь, как будто, они там, не знаю, жребеди, ну, там, кто сейчас там, хорошая форма. Или, может быть, они не доедают, я не знаю, знаешь, одна команда поела, сытая, все пошла, всех убила, а потом все, кончилась энергия, кто его знает. Так, ну что же, я думаю, мы уйдем на маленькую рекламную паузу, где-то минуты две-три, чтобы у нас, товарищи комментаторы, если что, там, смогли подышать свежим воздухом, уже все-таки второй или третий час в эфире подряд, поэтому уходим на небольшую рекламную паузу, и матч Орнж против First Departure здесь.